Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. А вот в этом видео мы, соответственно, говорили о том, куда инвестируют умные деньги, и я там заявил о том, что есть проблемы в банковском секторе Соединенных Штатов Америки. Сейчас то, что мы видим и то, что мы наблюдаем, по большому счету, это история связанная, что банкротятся региональные банки, то есть это не какие-то большие крупные банки, группные финансовые корпорации, но при этом вызывает очень большое беспокойство сама ситуация, которая происходит. Почему вызывает беспокойство? Потому что, когда у вас начинают ложиться сначала региональные банки, то что нужно понимать, что кто такой банк? Банк – это коммерческая организация, которая привлекает денежные средства физических, юридических лиц на расчетные счета, на депозиты, соответственно, выдает эти депозиты в форме кредитов, на этой марже непосредственно зарабатывает, и если брать еще американские банки, то американские банки очень активно являются участниками на финансовом рынке, потому что, когда у вас привлечено фондирование, когда у вас привлечены финансовые ресурсы, вы их можете разместить, выдав кредит, выдав ипотеку, кредитную карточку, автокредит, вы можете купить облигации, государственные облигации, вы можете купить корпоративные облигации, вы можете купить какие-то рисковые облигации, потому что в этом случае вы все равно будете кредитором, покупая облигации. И поэтому это называется активы, которые имеет банк. Что происходит в настоящий момент? В настоящий момент ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что значит ужесточение повышения процентной ставки, приводит к тому, что новые кредиты не берут. Это раз. Компании зарабатывают меньше, им становится сложно отдавать кредиты. Облигации, которые непосредственно покупали из-за того, что процентные ставки растут, а вы раньше покупали облигации, когда у них ставка была более низкая, то соответственно, когда выпускаются новые облигации с новой процентной ставкой, высокой, то инвестору ему выгодно старые облигации с низким купоном, с низким процентом продать, а новые облигации с более высоким процентом купить, потому что он получает более высокую норму прибыли с новых выпусков. И это носит массовый характер по всему рынку. То есть старые выпуски начинают продавать, а эти выпуски находятся у вас на балансе и они падают в цене, цена старых облигаций, которые выпущены под более низкий процент, она начинает снижаться и, соответственно, стоимость активов ваших, стоимость долга, которую вы держите, то есть кредитные деньги, которые вы выдали, она у вас уменьшается. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит следующее. Физические лица начинают бежать и забирать деньги из банков, потому что они считают, что очень высокие риски. Деньги из банков забираются, а банку нужно отдать, но у него же выданы кредиты, у него же куплены облигации, и, соответственно, кредит он не может потребовать раньше погасить. То есть он начинает управлять ликвидностью, начинает продавать облигации. И таким образом это делают все региональные банки, потому что со всех региональных банков бегут физические лица. Они продают эти облигации, цены уходят еще ниже, ну то есть это вал такой образуется, и, соответственно, у них уже становится недостаточно ликвидных активов для того, чтобы расплатиться со своими вкладчиками. Это приводит к тому, что банк не может исполнить свои обязательства перед вкладчиками, вернуть им непосредственно деньги, и он говорит, ребят, защищайте меня от кредиторов. Я не могу выдержать такого громадного наплыва оттока моих депозитов, вкладов, которые непосредственно были размещены. И они начинают влиять на весь рынок, то есть им и самим и так больно, а чтобы удовлетворить эти требования, они начинают продавать, и начинают продавать все. И это сказывается в том числе на больших банках, да, то есть происходит некий такой эффект заражения, да, эффект заражения связанный с тем, что в попытке спастись начинают все распродавать по любой цене, а в свою очередь эти же самые облигации держат и крупные банки, JP Morgan тот же самый, Citibank, Bank of America, они тоже соответственно на своих балансах это видят, но они счастливчики, потому что люди перебегают, как правило, к ним. И вот это заражение, оно идет по всей финансовой системе. И вот то, что видите сейчас на графике, эта история с синим графиком, это Silicon Value Bank, который обанкротился, да, там один из первых, то есть мы видим банкротство, такое ответственное падение красным, это компания Charles Schwab. То есть компания Charles Schwab, это компания, которая по состоянию на январь 23 года клиентских активов на сумме 7,5 трлн долларов, которая имела 34, порядка 34 миллионов брокерских счетов. То есть если мы понимаем, что население Соединенных Штатов Америки 330-350 миллионов людей, нужно понимать, что 10% людей, которые имеют брокерские счета граждане Америки, но опять-таки 330-350 миллионов это же все, это и дети, это и пенсионеры, то есть экономически активное население гораздо меньше, поэтому получается, что экономически активное население порядка 20% людей, они соответственно держат брокерские счета в Charles Schwab. При этом у него есть еще и Charles Schwab Bank, один из крупнейших банков в Соединенных Штатах, который позволяет своим брокерским клиентам привязать свои торговые счета к текущему счету. Что это значит? Что есть брокер Charles Schwab, есть банк Charles Schwab, и здесь нужно понимать, что если вы открыли брокерский счет в Schwab, то скорее всего денежные средства хранятся в банке Charles Schwab. Ну подобно, если привести пример, что если брокер, который открыл банк, то открытие как пример, то есть открытие, в принципе холдинговая структура открытия она выросла из брокера, то есть сначала был брокер, потом начали развивать банковские подразделения. У Charles Schwab тоже самая схема. Сначала был брокер, потом открыли соответственно банк. То есть если открытие как брокер открывает вам брокерский счет, есть два раздела счета. Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, и брокерский счет, на котором учитываются деньги, которые вы храните. И что происходит? Сложности какие возникают? В ситуации, когда у банка возникают проблемы, то в этом случае это может сказаться на счетах клиентов, брокеров, в том числе. Несмотря на то, что говорят, что они обособленные, то риск, он присутствует. Риск того, что если у банка начнутся проблемы, то могут начать использовать денежные средства, которые лежат на счетах клиентов. При этом опять-таки очень много говорится про рецессию, очень много говорится про политику Федеральной Резервной Системы США, и многие, в том числе в Соединенных Штатах Америки, если мы берем частных инвесторов, они пытаются на этом заработать. То есть менее рискованный вариант – это выйти из активов и просто иметь на брокерском счету определенное количество денег. То есть они у вас лежат, готовые к тому, что когда активы упадут, то в этом случае у вас есть деньги, и вы быстренько, соответственно, купите упавшие в цене активы. Вторая история заключается в том, что люди еще шортят. То есть они сейчас занимают акции, эти акции продают, по дорогой цене, и у них на счете есть деньги, то есть короткая продажа. Они получили деньги от продажи акций, которые взяли взаймы. То есть они ждут, когда эти акции упадут, они их откупят под более низкой цене и отдадут брокеру. То есть получается, что на брокерских счетах сконцентрировано большое количество кэша. А в свою очередь эти счета, они размещены в банке. Еще раз, для понимания, сумма в Чарльзе Швабе 7,5 триллионов долларов – это колоссальная сумма концентрированная. И если у банка такого уровня начнутся существенные проблемы, то вы можете представить себе, какой удар, в принципе, придется по обычным физическим лицам, которые имеют брокерские счета у этого брокера. Также Чарльз Шваб является одним из крупнейших держателей так называемых текущих счетов ИРА. По-моему, они называются. То есть это пенсионные счета, которые имеют налоговые льготы. То есть вы открываете брокерский счет. Ну, как у нас ЕС. То есть есть точно такой же аналог в Соединенных Штатах Америки. То есть вы, соответственно, перечисляете туда денежные средства, покупаете на это средства фонды или акции. И тоже крупнейшим держателем такого рода счетов является Чарльз Шваб. Ну и опять же то, что происходит сейчас на графике, оно такое неприятное. То есть, видимо, что-то там не так в датском королевстве. Не исключено, что Чарльз Шваб занимался какими-то операциями, в том числе на финансовых рынках, которые могут привести к проблемам. Поэтому у меня лично это вызывает беспокойство, потому что опять нужно понимать, что это заражение. То есть начинает заражаться вся система, распространяться это заражение, как по-другому назвать, недоверие. То есть банки перестают доверять друг другу. Они не понимают у кого какие проблемы, потому что информация не раскрывается, выводятся какие-то вещи за баланс. И конкретно, что происходит, непонятно. При этом решения, которые принимаются, они применяются очень быстро. То есть ты даже отреагировать не можешь. Ну то есть пятница, рынок закрылся, акции там на 20-30% упали, выходные проходят, в понедельник заявление, что правительство Соединенных Штатов Америки приняло решение, что акции этого банка полностью передаются там, какому-то крупному банку все активы передаются. И поэтому никто не понимает у кого какие проблемы. Возникает кризис доверия, закрываются лимиты друг на друга. И здесь опять-таки будут требовать от ФРС, чтобы они миловали, чтобы они снижали процентную ставку, чтобы они предоставляли ликвидность непосредственно. Потому что людей нужно успокоить, чтобы они не забирали деньги. Самое страшное, что может быть, это как раз-таки то, что деньги начнут забирать. Вот такие риски мы наблюдаем в настоящий момент. Если действительно там будут существенные проблемы, это сильно может отразиться на всей финансовой системе Соединенных Штатов Америки. ФРС может переобуться буквально в один момент, то есть снизив процентную ставку, предоставив какую-то дополнительную ликвидность. Понятно, что непонятно, что нам хватит нам рассказывать, Максим, про Чарльза Шваба. Хватит нам рассказывать про Америку. У нас вообще там проблемы с инфраструктурой. Мы вообще там особо ничего не инвестируем. Расскажи, что нам делать сейчас в текущий момент. Обязательно расскажу, ребят, в следующем видео. Сейчас могу рассказать, что у нас в клубе есть специалист Вячеслав Болянов. Он проводит отдельный мастер-класс, посвященный тому, как оценивать компанию. То есть, где брать информацию. Он, соответственно, предоставляет оценочные, то есть, экселевские таблицы, в которых вы можете оценить, компания принесет вам долгосрочную прибыль или не принесет прибыль. Вы можете оценить справедливую стоимость компании. Потому что часто бывает, вот то, про что я рассказывал в предыдущем видео, давайте еще раз на него ссылочку, в текущем видео, что может быть очень страшно. И мы увидим ситуацию, при которой хорошие качественные активы, несмотря ни на что, могут стоить очень дешево. И как раз таки сейчас очень важно научиться распознавать такие компании, оценивать риски, вводить процедуру риск-менеджмента по компаниям и понимать, насколько эта компания в будущем, какой принесет денежный поток и какова ее справедливая стоимость, справедливая оценка. Вы самостоятельно можете научиться оценивать компанию на основе ее финансовых, публичных показателей и принимать решения. То есть, если акция сейчас… ГМК «Нарийский никель» например, стоит 14-15 тысяч рублей, ее покупать или не покупать, какова ее справедливая стоимость. По нашим оценкам справедливая стоимость в два раза больше. Почему и как это работает на мастер-классе, ссылка на бесплатный мастер-класс внизу под этим видео, проходите, регистрируйтесь, принимайте участие. Думаю, вам это может быть полезно. Сегодня же у меня на этом все, на связи был Максим Петров. Пока-пока.